Радуюсь, что вы пришли на этот концерт. Прежде чем я приглашу на сцену нашу замечательную субтитровую лицу, я хочу пригласить вас 18 февраля 2016 года в Большой Светлановский зал Международного дома музыки. 18 февраля билеты уже продаются. Ну и теперь я с радостью приглашаю на сцену жемчужину русского романса и русской народной песни, заслуженную артистку России Евгению Валерьевну Смоленинову и ее ансамбль «Катя Гартер». Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы для вас будем есть песни новые. Те, кто не слышал меня, например, ну год, скажем так, или полгода, наверное, уявятся. Надеюсь, приятно, будут обрадованы и новым песням, и новой музыке, и новым музыкантам, и новым форматам, в котором я работаю, но в том числе и в этом тоже, а вот не только в академическом. Поэтому, надеюсь, вечер был для вас неожиданный, приятный, знаете, я бы так сказала, энерго зажигающий, если так можно выразиться. Надеюсь, что вам будет после концерта радостно на душе. Но по традиции я начну сначала с народных песен, с которых я начинала петь вообще. Песен, которые у меня как певицы сформировали, которые воспитали, вероятно, мой вкус. Не только к пению, но и к жизни, которые сформировали мое мировоззрение, вот, к той самой народной традиции, которая, как мне теперь ясно представляется, неосезаемо, невозможно ее, так сказать, потрогать, подержать в руках. Она совершенно живая, вот, ею можно любоваться, можно войти в этот мир народной традиции, вот, и можно в нем жить. И это единственный способ быть причастным, это единственный способ постигнуть эту традицию, быть в ней живым человеком. И в конце концов, это не музыка мертвецов, никогда существовавших, она не покоящаяся на кладбище, это музыка живых людей. И в этом смысле она уникальна, и в этом смысле она мистична, она дает нам тот самый переход и ту самую живую связь, не только с нашими историческими корнями, не только с генетическими, какими угодно, но и самую главную связь, которая может притянуться между людьми. Это связь между одним сердцем и другим. И это называется любовь. И вот эта любовь, которая преодолевает границу между нашим миром и не нашим миром. Как бы сейчас это ни звучало для вас, я говорю исходя из своего опыта жизненного, поскольку все песни, которые я пою, все народные песни, которые я пою, это песни от живых, некогда знаемых мною бабушек, которых сейчас нет рядом. Но они, может быть, не рядом, но они точно свыше мне есть, и я могу до них сердцем, я могу дотянуться, и голосом могу до них дотянуться. Поэтому я начну с этих самых народных песен, их будет немного, разумеется, а вот, но все же они будут, потому что без них все остальное будет недостаточно для меня полно и недостаточно честно. Песня «Моя любимая», я с нее всегда начинаю. Песня «Смоленская область» от графины Ивана Глинкиной, можно так сказать, классика фольклорного, знаменитой крестьянской певицы. Песня «Вер, вер, колодец». Песня «Вер, вер, колодец», Песня «Вер, вер, суденый». Песня «Вер, вер, суденый». Песня «Вер, вер, сегодня» Песня «Вер, вер,ervices», Песня «Вер, вер,itesse», Песня «Вер, вер,튜�ри». Ой, как придет весна, так и будет вода. Ой, князь, князь, князюшка, Но жены нету ти, ой, люли, люли, Но жены нету ти, как нету ти поры, Так и нету жены, ой, люли, люли, Так и нету жены. Ой, как придет пора, так и будет жена, Люли, 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 так и будет жена. Аплодисменты 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 Аплодисменты